Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой YouTube-канал. Ко мне в комментарии частенько поступали вопросы по поводу того, буду ли я вообще возвращаться в Москву, или останусь вообще навсегда жить в Костробе со своими собаками, одиночная, одиношенькая. В общем, я хочу немножко рассказать вам о планах, о своих мыслях по поводу вообще Костромы. Потому что я заметила, что как-то люди немного неправильно понимают мое пребывание здесь, на каких я правах нахожусь в этом городе. Но все гораздо проще, чем может показаться. Все гораздо банальнее, никакой сказки и ничего сверхъестественного не происходит. Я здесь на летнем отпуске. Вполне возможно, что я даже не все лето буду здесь. То есть, может быть, я уеду домой в Москву раньше. Может быть, я... Ну, это зависит от обстоятельств моего вообще состояния здесь. Как вы видите, у меня тут клещ, блин, укусила. Я, извините, тут на антибиотиках сижу. Поэтому я так прям не загадываю ничего. Но надеюсь, что, может быть, лето я здесь проведу. Но в любом случае, я здесь не живу. Это не мое... Это как бы квартира не моя. Я не имею, как таковых, прав вообще здесь постоянно жить. Даже не то, что прав. Такой возможности у нас сейчас нету. Как бы вот прям не хотелось остаться здесь на постоянной основе. К сожалению, пока такой возможности нет. Возможно, в будущем у нас появится. Ну, в общем, посмотрим. И я сегодня хочу немножко поднять тему места жительства. Ну, и про Москву, конечно, поговорим еще немножко о Костроме. О том, вот видите, я постоянно кочую то в Москву, то в Кострому. Я и в Подмосковье долгое время жила. И мне, безусловно, есть с чем все сравнивать. И приходить к какому-то для себя удобному заключению по поводу именно места жительства. Каким образом оно влияет на нас. Важен ли вообще домашний уют? Важен ли город, где мы живем? Квартиры, дом, где что угодно. Ну, на самом деле, я уже стала, знаете, смотреть на тему места жительства в более философском ключе. И мой укус ключа тоже на это, на самом деле, повлиял. Вы же помните, я постоянно говорила, все, буду жить в лесу, хочу жить в лесу, домик в лесу. Это же так чудесно, прекрасно. Ни фига подобного. Жизнь в лесу, это, конечно, замечательная экология, свежий воздух, природа, птички и так далее. Но также это и всевозможные опасности. И дикие животные, и гадюки, с которыми я, кстати, в Подмосковье постоянно сталкивалась. Мало приятного, учитывая, что у меня еще собаки. Это клещи, да. Причем, вне зависимости от того, насколько вы прекрасно соблюдаете все правила безопасности поведения на природе, и одеваетесь хорошо, как я. Я никогда не оголяю ноги, какие-то части тела пикантные, когда иду на прогулку по траве или в лес, куда угодно. И то меня каким-то образом укусили, я не знаю, возможно, как-то через одежду пробрался, или, может, на собаках принесли домой. А черт его знает вообще, фиг знает, откуда он взялся. Ну, в общем, это такая неприятная ситуация, тоже повлияла во многом на мое отношение к месту жительства. И, знаете, да, вы знаете, я жил в Москве. Ну, в Москве. Это трудно назвать прям Москвой, знаете, в полном смысле этого слова, потому что еще в далеком 2011 году в северою не был Москвой, он был присоединен. И после присоединения как бы все пошло-поехало. До этого это был такой уютный маленький городок, где все друг друга знали, было относительно безопасно, комфортно. Ну да, немножко разбитые дороги, инфраструктура, конечно, подхрамывала. Но в целом было реально очень безопасно и спокойно жить, чего, например, нет сейчас у нас в городке. И очень-очень-очень-очень, как же много людей, друзья. Не поверите. Вот раньше просто приходишь на платформу, где лепички ходят, сейчас там уже МЦК, конечно. И, ну, мало людей, блин, ну, никто сюда не ездил. То есть сейчас, ну, яблоку негде упасть. Так много людей. И постоянно и строят всякие жилые комплексы, и новые районы. То есть район, можно сказать, процветает. И в нем есть практически все, что нужно для жизни. Но нет некоторых мест, которые могли бы порадовать меня. Например, парков. Да, парков не хватает. Ну, может быть, каких-то книжных магазинов и магазинов подружка. Ну, это уже, это опустим. Все-таки транспорт есть, можно куда угодно доехать. Я всегда, где бы я ни жила, я стараюсь находить что-то хорошее, что-то позитивное. Но, будем честны, Москва устает. Москва выматывает. Москва высасывает из тебя все жизненные соки. Взамен, конечно, оно тоже, что Москва дает. Москва может дать тебе медицину более-менее доступную, качественную, да. И то, это надо все равно ходить, искать, потому что плохих специалистов тоже много. Ветеринары, да, у меня две собаки, поэтому в городе, где я живу, прекрасные ветеринары. У нас замечательный есть зоо-центр, там болели все мои собаки. Да, я на самом деле, у меня дезисов не хватает, насколько я благодарна специалистам, что там работают, за их любовь, реально любовь к животным. Вы знаете, насколько это редкость в клиниках. Обычно у них реально такой конвейер, они хотят быстрее всех обсужить, и никакой там любовью и позитивным отношением к хозяевам и животным там просто нет. Что-то в клинике, куда ходить мы, она вообще близка к нашему дому, там и моя самая самая первая собака проходила лечение. И несмотря на то, что врачи сменились, там уже другие ветеринары, отношение осталось прежним. Цены, кстати, тоже, вы знаете, достаточно адекватные, как и везде, впрочем, впрочем, как и везде. Вот сколько я сменила съемных квартир, городов, совершенно разных домов, и панельных, и кирпичных, и моноблоковых. И вы знаете, я прихожу к таким двум важным выводам, что, по сути дела, не имеет значения, где вы проживаете, но важно, чтобы то место, где вы живете, куда вы возвращаетесь, которое вы или один делите сам с собой, или еще с кем-то, чтобы оно приносило вам удовольствие, и вы чувствовали себя там в безопасности, комфортно и уютно. Вот лично для меня, это прям, вы знаете, где можно спрятаться от опасности окружающего мира. Или, допустим, тебе не удалось одень, и ты приходишь домой, там такие обшарпанные серые стены, потолок течет, обои, например, отклеиваются, и так далее. Ну, в общем, и ты чувствуешь себя тоже как-то неуютно, неприятно, и, как говорится, и плов не готовится, и шашлык не растет. Ну, вы понимаете, поэтому для меня очень важен уют, очень важна атмосфера в квартире, в доме. Даже какие-то элементарные, вот, не знаю, шторы, огонечки повесить, это уже настроение, и уже и пишется хорошо, и видео снимается. Ну, не знаю, вот такие, знаете, бытовые мелочи. Вот даже если окружающее за окном, окружающий мир не внушает тебе вдохновения, то хотя бы вот это твое место, твоя тут берложка, логово, куда ты возвращаешься с охоты, оно должно, как бы, защищать тебя и дарить тебе покой и душевное, и физическое умиротворение. Вот, это для меня оказалось важным. Как-то ни странно, хоть я считалась, ой, я не там минималист, мне вообще ничего не надо. Да нифига подобного, это неправда. Следующий момент, ну, по поводу собак я уже все сказала, по поводу того, что у нас в районе особо не разгуляешься, как бы, и чтобы пойти куда-нибудь там до леса или до более-менее зеленых полянок, нужно преодолеть очень-очень приличное расстояние по трассам, подышать неприятным, захлопованным, загазованным воздухом. Ну, теоретически я могу с этим жить, потому что вот целый год я прожила в Москве, ну, вот, после того момента, как я туда вернулась с Линдой только с одной. И, вы знаете, вот с одной собакой может быть еще более-менее, потому что, вот, чисто физически ты с ней справляешься лучше, чем с двумя. С двумя нам было трудновато, потому что Рюсик постоянно веселился, задирал Линду, они гонялись друг за другом, в общем, поводки путались, тротуары узкие, люди ходят их, бесят мои собаки, меня бесят люди, которых бесят мои собаки. А те еще занятные приключения. Но сейчас я уже, вы знаете, как-то с этим успокоилась, тем более у меня маленький Рюсик, он, вы знаете, в городе чувствует себя замечательно. Я его выгуливаю на 5-метровом поводке, и вот, честно, я заметила, он особо не ощущает каких-то барьеров, какой-то скованности, движения в Москве, в городе. Он чувствует себя замечательно, и мне прям это бальзам на душу. А с Линдой тоже сейчас все более-менее нормально, потому что она уже собака взрослая, она, конечно, может, любит пробежаться, там, просторы, ее все это вдохновляет, травку пожевать. Но вот такого, как раньше, что она 2 часа без прерыва вот так вот бегает по полю, такого уже в помине нету, вот, в июле Линде исполняется 7 годиков, уже взрослая леди. И она пробежится, она, конечно, даст фору другим собакам, может быть, еще в своем возрасте, зрелым. Но потом все, она такая успокаивается и просто идет рядышком, созерцает, травку жует. То есть, знаете, вот это вот бешенство юности, у нее уже, так скажем, гиперактивность собачья, овчарочья. Она постепенно уже ушла. Поэтому я уверена, что даже если мне сильно припрет пойти с ребятами на природу, я просто могу сесть на МЦК свой с этими собаками, тем более Люсик уже повзрослел, и доехать до какого-нибудь там ближайшего парка, где можно гулять с собаками или до леса, куда угодно. Ну, блин, уже, вы знаете, что-то не хочется после этого клеща. Блин, врагу не пожелаю все это пережить. Поэтому заключение, заключение я подвожу. На вопрос, наверное, так и не ответила. Или все-таки ответила. Все, друзья, это просто... У меня сейчас температура, кстати, я же на антибиотиках, поэтому у меня от этих антибиотиков температура 37, держится уже 9, завтра будет 10 день, завтра последний день курса. Это просто невозможно, я немножко могу быть не в адеквате. Ну и да, в заключение хочу сказать, что я приеду в Москву, я скоро возвращаюсь домой. То есть в этом плане все как бы... Я в отпуске, понимаете, я в отпуске. Отпуск — это не ПМЖ, это не постоянное место жительства. Хотя, конечно, мне здесь очень нравятся. Здесь замечательные, вот, видите, картины, которые рисовал наш дедушка. И в целом очень уютная атмосфера родственников моего мужа. Это их квартира, и она очень уютная в этом плане. Вот. И она меня тоже, кстати говоря, вдохновляет наводить красоту в моей московской квартире. Просто мы тоже там делаем ремонт, там голые стены. Но красивый пол, очень красивый пол. Я люблю пол в моей московской квартире, я его обожаю просто. Вот, люблю пол. Очень странно звучит, но он, правда, такой красивый. Я называю его пол-художника. Как будто вот художник живет в этой квартире, регулярно проливает краски на пол. Такой талантливый, но жопорокий художник. Так что да, я скоро вернусь. Ну как скоро? Посмотрим. Ближе к осенью я точно буду в Москве. Ну и в плане места жительства, да, вот две вещи. Это, ну, какая-то, может быть, не шаговая доступность, но куда можно просто сесть куда-нибудь и доехать. Это медицина, ветеринария доступная. Плюс уютный, спокойный и приятный вашему глазу дом. Обстановка, которая будет вас вдохновлять на плодотворное творчество и работу, может быть, если вы работаете удаленно, как я. Люсик так лежит, смотрит на меня. Но не буду вам его показывать, а то он уже проснул. А он уже проснул. Все, друзья, на этом я завершаю свой ролик. Напишите в комментариях, как вы лично сами относитесь к месту жительства. Вот напишите два важных фактора, которые имеют для вас колоссальное значение в выборе. Место жительства, квартиры, там, города, чего угодно. Вот, мне будет тоже интересно почитать. Все. Не забывайте подписываться на мой канал, благодарить мой труд лайком, подпиской или, может быть, даже репостом. Также напоминаю, что у меня есть два блога на Дзене. Один посвящен моей жизни в большом городе с двумя овчарками. Ну, а второй это литературно-творческий, такое слово-блудливый блог. Слово-блудливый. Хорошее слово. Поэтому, да, до встречи в следующих видео. Мы уже очень скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.